Добрый день! Поступил достаточно объемный вопрос, поэтому зачитывать буду письмо не целиком, а частично. На протяжении двух лет я регулярно пил чефир. И, видимо, из-за моей болезни шизофрения, то есть надо понимать, что автор знает, что у него стоит диагноз шизофрения, и как следствие гипервозбудимости мозга, действие наказывало на меня схожесть к кокаином, из чего можно сделать предположение, что автор кокаин тоже пробовал. Пережил сильный стресс, развилось тревожно-депрессивное расстройство, началась рвота от обычного чая. Затем последовала трехмесячная госпитализация, не указано куда, в обычную больницу или психиатрическую, но судя по назначению антидепрессантов, синдром отмена от кофеина не ощущал. Год не пил ничего кофеин содержащего, черный чай заменил заварением каркаде, ройбуш и других напитков. Не было тошноты совершенно, была своя природная энергия, так что в искусственном стимулировании не нуждался. До этого тогда было состояние длительной ремиссии. После перенесенной психотравмы, да, алкоголь, когда принимал, вызывал седативно-депрессивное состояние, поэтому он, по автору письма, алкоголь не употреблял. После психотравмы, опять-таки, ухудшилось состояние, тоску и, как следствие, невозможность работать, стал купировать периодическим употреблением то крепкого кофе, то чайфиры. Поскольку организм, видимо, очистился, ну, автор высказывает тут положение, что организм очистился, хотя это, конечно, все весьма относительно, и системное употребление кофеина вначале шло нормально, но потом опять появилась постоянная тошнота и зависимость. Бросал, переносил, отмену плохо. Облегчалась отмена антидепрессантами, две недели не пил, не испытывал тошноты, не пил чайфир, имеется в виду, не испытывал тошноты. Потом снова чашечка кофе, потому что вялость такая, что работать совершенно невозможно. И опять все по-новой. Последний раз, после того, как бросил, когда пил только крепкий кофе, стал пить немного зеленый чай, не крепкий. И за три недели вновь развилась постоянная тошнота. Все это заставляет меня думать, что у меня выработалась абсолютная непереносимость кефеина. Ходил к психиатру по поводу нарастания негативной симптоматики, какой именно не указывается, как возможные причины вялости, нежелания действовать. Прописали это пирозин, 4-8 мг в сутки. Частично это препарат, действительно нейролептик, обладает противорвотным эффектом. Психиатр высказал предположение, что тошнота, возможно, психогенного характера, но я виню кофеин. Похоже, придется совершенно бросить кофеин содержащие. Возникает два вопроса. Первый, как быть с зависимостью больше от приятных ощущений и зависимостью психической? Как выработать, найти у себя источник естественной энергии, чтобы не нуждаться в стимуляторах? Вопрос достаточно сложный. Но начнем с того, что если автор с самого начала говорит о том, что у него, видимо, официально стоит диагноз шизофрения, то на фоне такого тяжелого заболевания, мощного заболевания, как шизофрения, конечно, кофеиновая зависимость в принципе может существовать, но, как правило, ее проявления не бывают достаточно яркими. Здесь я скорее склонен в большей степени согласиться с тем психиатром, к которому пациент обращался очно, который высказал предположение, что вот эта вот реакция на прием чефиры, крепкого кофе, зеленого чая носит в большей степени психогенный характер, а не является следствием непереносимости кофеина. Тем более, что про непереносимость кофеина таких данных особо-то и нет. Но, опять-таки, сложно говорить точно. Как я уже неоднократно упоминал в своих видео, ни диагноз, ни коррекцию диагноза по интернету проводить нельзя. Здесь же речь идет о тяжелейших диагнозах, здесь речь идет о серьезнейших препаратах, поэтому можно только предположить. Лично я склонен согласиться с тем, что действительно здесь непереносимость кофеинсодержащих препаратов имеет в большей степени психогенный характер. Ну, если бы видеть пациента точно, можно было бы говорить как-то более прицельно. Как быть с зависимостью от приятных ощущений, с зависимостью психической? Вот это вот меня тоже смущает. Дело в том, что наличие зависимости, психической зависимости у больного с шизофренией, это очень неоднозначная тема. Дело в том, что зависимость сама по себе является достаточно слабым психопатологическим феноменом. И, как правило, на фоне такого тяжелого и мощного заболевания, как шизофрения, она как таковая не проявляется. Но если здесь она все-таки есть, ну, что можно быть, тоже, конечно, нельзя все исключать, можно воспользоваться нашей программой по самостоятельной коррекции психоэмоционального состояния, то, что касается борьбы именно с психической зависимостью. Как выработать в себе источник естественной энергии? Ну, опять же, хороший вопрос. Если бы на него существовал один-единственный ответ, которому можно было бы дать видео, наверное, автор бы мог рассчитывать на Нобелевскую премию. Опять же, отсылаю к программе по самостоятельной коррекции психоэмоционального состояния, ссылка внизу экрана. Пробовать, безусловно, это все можно. То, что предлагается по нашей программе, и психотерапевтический компонент в том числе. Медикаментозная часть для вас, естественно, не актуальна, поскольку вы, видимо, получаете назначенное у лечащего врача лечение и должны следовать ему в большей, не в большей степени, а абсолютно должны следовать назначенному врачу. Вот то, что могу сказать по вашему вопросу. Дополнительную информацию можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале YouTube.com. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok